В здании Брестской госавтоинспекции состоялся показательный суд на 24-летним правонарушителям. Посмотреть на решение Фемида пригласили порядка 25 учащихся автошколы Аристотель, где, как ни здесь, они могут наглядно увидеть, что может грозить водителю, который позволит себе сесть за руль под шофе. А тем более, неоднократно, как это сделал подозреваемый. Подсудимым ночь с 30 на 31 декабря 2021 года, передвигаясь на автомобиле Opel в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП возле известного Бресте круглосуточного магазина на Болоте. К слову, 21 июня 2022 года молодой человек уже был приговорен к домашнему аресту и исправительным работам за аналогичное преступление. Предметом судебного рассмирателя ставилось уголовное дело, когда лицо, обвиняемый, в прошлом году был судим за совершение аналогичного преступления, но какие для себя выводы не сделал и вновь 30 декабря управлял состоянием алкогольного опьянения транспортным средством. Более того, совершил дорожно-транспортное происшествие с механическими повреждениями. В суде раскаялся и по предложению стороны гособвинения был осужден окончательно к ограничению свободы сроком на 2 года 6 месяцев с решением права управления транспортными средствами сроком на 8 лет и со штрафом доход государства в размере 200 базовых величин. Несмотря на то, что изначально речь шла о лишении свободы обвиняемого, прокурор решил просить суд о более мягком наказании, учитывая чистосердечное признание, раскаяние и семейное положение подсудимого. Но это скорее исключение, чем правило. Наряду с наказаниями, которые предусмотрены в санкции статьи ограничения свободы, исправительной работы, предусмотрено лишение свободы с отбыванием наказания в зависимости от привлечения лица к уголовной ответственности. То есть, если лицо впервые привлекается к уголовной ответственности, назначается лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. То есть, данные лица отбывают наказание наряду с другими преступниками. Определенно, такие суды нужны обществу. Как наглядный пример того, что может ожидать любителя выпить и сесть за руль. Свои выводы для себя сделали и приглашенные участники автошколы Аристотель. Ведь через несколько недель они сами будут управлять транспортным средством. Находясь на судебном заседании, я, как-то сказать, очень близко приняла к сердцу, наверное. Мне жалко этого парня. Но я сделала свои выводы и, надеюсь, многие из присутствующих сделали свои выводы, что в пьяном состоянии лучше, ну, не стоит садиться за руль. Желаю всем подходить ответственно к вождению. Напомним, что при наличии абсолютного тела у аспирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,8 промилле включительно, наказывается штрафом в 100 базовых величин, с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на 3 года. Свыше 0,8 промилле штраф 200 базовых величин с лишением права на 5 лет соответственно. За повторное нарушение уже может грозить уголовная ответственность, а также специальная конфискация транспортного средства. Александр Богданович, Эдуард Бакунович, Юрий Льмонтович, телекомпания БУК-ТВ.